Дорогие друзья, братья и сестры, я вас приветствую в это воскресное утро. Последние несколько месяцев Бог дал возможность неоднократно быть в Мексике и в Польше и помогать, и видеть, и слышать, и молиться с теми людьми, которые смогли уехать из Украины во время войны. И вы знаете, разные и многочисленные истории, и трогающие истории. Я бы хотел сегодня поговорить немножко о другом. Удивляли моменты, когда в Мексике приезжали люди, выходили из аэропорта, и мексиканцы, казалось бы, небогатый народ, значительно бедный народ, но мексиканцы стояли возле выхода и беженцам давали свои песос. Просто вот так кучу денег просто сунули в руки и говорили, что вам нужно будет. Другие просто привозили из своих ресторанчиков, забегаловок еду, чтобы было что есть, потому что понимали, что многие просто ушли без ничего. Я бы хотел место прочитать вместе с вами, мы поразмышляем. Яков, 4 глава, 17 стих, пока один стих, и потом прочитаем другое место. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Яков говорит, что недостаточно не грешить, недостаточно проверять себя, а что на мне есть, а что во мне есть. Яков говорит, кто разумеет, кто понимает, что делать добро нужно и не делает тому грех? Второе место я бы хотел вместе с вами прочитать Исайя, 1 глава, с 11 стиха и ниже. Исайя, 1 глава, с 11 стиха и ниже. «К чему мне множество жертв ваших?» «Говорит Господь. Я присыщен всесожжениями овнов и тукам, откормленного скота и крови тельцов, и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремят для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Я, когда читал это место, я не знаю, как вы, я проверял себя. И с одной стороны я смотрел, и я не находил себя в этом месте. И здесь мы видим, Исайя от Бога дает слово к израильскому народу и говорит, что вы делаете. На ваших руках кровь. Вы полны беззакония. И когда мы читаем ниже, он говорит, омойтесь, удалите злые деяния ваши от очей моих и перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И мы, когда читаем это место, я не находил себя как бы особо в этом месте. Ну, стараемся ходить перед Богом свято и чисто. И злые все эти деяния мы не видим. Но с другой стороны, если мы не делаем какие-то вещи, какие-то плохие или злые, и руки наши не в крови, и мы бездействуем, не является ли это грехом. И Иаков прямо говорит, что кто разумеет делать добро, и не делает тому грех. Мы часто, может быть, не говорим, но есть такая пословица, «Моя хата с краю, никого не знаю». Если где-то беда, у меня, главное, спокойно. Если где-то война, у меня хорошо. Если у кого-то в доме горе, ну, слава Богу, что Бог милует мою семью. Если кто-то заболел, ну, бедный человек. Или можем еще больше сказать, видимо, Бог его наказывает. Иаков говорит, что бездействие также является грехом. И да, может быть, мы невиновны во многих грехах, но когда мы просто стоим и смотрим, что происходит вокруг, и сами не участвуем ни в чем, и не пытаемся помочь другим людям, это также является грехом. Однажды бедняк стоял у столовой. Тяжелое, сложное было время. Нюхал, как повар варит плов и ел свой хлеб. Когда повар увидел, что бедняк стоит и ест свой хлеб у его ресторанчика, он выбежал и говорит, ты должен мне заплатить. За что возмутился бедняк? Ты стоял здесь, ел свой хлеб и нюхал мой плов. Этот разговор услышал мимо прохожий, остановился и вмешался в разговор и спросил, что произошло. И тогда повар говорит, этот бедняк должен мне заплатить. Он стоял здесь и ел свой хлеб и нюхал мой плов. На что прохожий говорит, ты знаешь, уважаемый был человек, говорит, ты знаешь, он прав, ты должен ему заплатить. Есть монеты? Ну да, осталось пару. Он отдал ему свои монеты, он взял прохожих в руку и начал их трусить. Трусил, трусил и потом отдал заново бедняку обратно. И говорит, теперь вы в расчете. Он нюхал твой плов, а ты услышал, как звенят его деньги. Друзья, мораль этой притчи такова, что небезразлично было этому человеку просто пройти мимо. Ему было не все равно, что тот, который побогаче, имеет свой бизнес, обижает бедного, который в принципе ничего и не сделал. Он просто стоял рядом. Друзья, как часто мы похожи на этого человека, когда мы просто стоим рядом, мы просто смотрим издали. Помните, мы читаем, когда Иисуса уводили, написано, что один ученик шел издали. Мы часто похожи на этих людей, которые просто стоим и наблюдаем. Мы можем сопереживать, мы можем даже молиться. Уже, слава Богу, хорошо, если так. Господь, помоги этому человеку, Господь, помоги этим людям. Ой, я вижу у этого человека проблема. И вместо того, чтобы подойти и помочь, и сделать, что мы можем, возможно, нашими финансами, возможно, нашими силами, нашими действиями, мы просто стоим в стороне и молимся. Хорошо, что хоть молимся. Как-то Иисус рассказал притчу о вдове, которая стояла и каждый день приходила к суде. Помните? Помните в конце, что произошло? Судья говорит, ну, сколько можно мне уже докучать, пойду и помогу ей. Сделаю, что она хочет. Вы знаете, у меня вопрос. На протяжении всех этих дней, когда вдова приходила каждый раз к этому суде, неужели никто не видел? Неужели никто не слышал, что она просила, о чем она просила? Или просто даже не видел, что она каждый день приходит и просит о чем-то? Почему никто не вступился? Мы не знаем. Но из отрывка, которого мы прочитали, в Исайе, есть много моментов, которым мы можем научиться. Яков говорит, что бездействие также является грехом, и Исайя здесь конкретно говорит, что мы можем сделать. Первое, он говорит, научитесь делать добро. Вы знаете, мы много здесь, в Америке, живя, мы осуетились в наших делах. Да, мы переживаем за свою семью, мы переживаем за своих детей, мы переживаем за то, чтобы у нас были работы, мы стараемся держаться за наши работы. Но мы не учимся делать добро. Наш день начинается утром, заканчивается вечером, мы приходим к нашим близким, родным. Нам хорошо, нам уютно, нам тепло, и мы сыты. И потом начинается другой день, и потом следующий, и так далее. Исайя говорит, Бог говорит через Исайю, научитесь делать добро. Дальше он говорит, ищите правды, когда вы видите, что кто-то обиженный. Не стойте в стороне, и смотрите, и сожалейте о той ситуации. Подойдите, и помогите этому человеку, вступитесь за него. Может быть, он слабее, может, он значительно слабее. Ситуации. Что мы говорим? Друг, ты знаешь, я с удовольствием готов тебе помочь, но воскресенье не могу. Понимаешь? День Божий, в церковь мне нужно прийти, помолиться. Я помню притчу, которую Иисус говорил, если овца упадет в ров, не пойдешь и не вытащишь ли. И дальше он говорит, не важнее ли человек овцы. Друзья, как часто мы выбираем пойти и помолиться, как мы считаем, послужить Богу в воскресенье, вместо того, чтобы помочь человеку, который, может быть, не знает Бога, который просит о помощи в чем-то. Он говорит, нет, мы с удовольствием, но давай в другой день, сегодня день Божий. Иисус говорит, насколько же человек лучше овцы. Можно в субботу делать добро, можно в воскресенье помогать другим. Лучше в воскресенье помочь кому-то, кто действительно в этом нуждается. В Польше я наблюдал одну очень, с одной стороны, интересную, но с другой стороны, такую будораживающую картину. Два человека. Во время раздачи еды подходили поляки. Кто-то с корзиной, кто-то с торбами, кто-то просто с одной торбочкой. Но подошла одна женщина с коляской. У нее был маленький ребенок, где-то средних лет. Она принесла две торбы продуктов и отдала на кухню. Но вы знаете, что поразило, как она это делала? Она не просто подошла, отдала и пошла дальше. Она как будто прилетела. У нее движения были, можно было подумать на первый взгляд, что, ну, все ли у нее, как мы говорим, нормально, да? Нет, у нее было все нормально. Но она настолько была радостная и настолько с такой отдачей делала это. Она, когда отдала эту торбу, у нее на лице была большая-большая улыбка. Ее благодарили те, которые были на кухне, и она не ушла. Она снова, я бы сказал, упрыгала, улетела обратно, откуда пришла, с большой-большой радостью на лице. Через 20 минут она пришла снова. И действительно, такие моменты очень трогают, когда люди совершенно незнакомым людям, совершенно с другой стороны, просто приходят и помогают. Была и другая ситуация. приехали, прилетели греки, или приехали, не знаю, тоже, чтобы помочь. И попросили в центре, чтобы пойти и купить продуктов на определенную сумму. И начали закупаться тележки продуктов. Попросили меня встать в очередь, попросили помочь. Я встал заранее в очередь, потому что очередь была в магазине очень длинная. И с одной корзиной, уже наполненной, я стоял. Когда наполнились другие корзины, они пришли и начали вставать спереди меня, я начал их пропускать. Сзади меня стояли две женщины, которые начали возмущаться. Как же так? Вы проходите без очереди. Я повернулся и сказал, они стояли с нами в очереди, это еда для беженцев. И тогда эти две женщины уже пожилых значительно лет стали высказывать разные непристойности в адресе беженцев и Польши и всех тех людей, которые помогают. Они говорили, что мы платим налоги за это. Они приезжают, делают, что хотят. Мы должны платить за их еду, за их место, где они находятся. И к ним повернулась женщина, которая была так же рядом и сказала, как же вам не стыдно. Ведь люди приехали и оставили многие все. Без ничего приехали без еды и действительно, это так много людей, с которыми мы молились и разговаривали, просто приехали с торбочкой вещей и абсолютно без денег. Два человека, две разные ситуации. в какой ситуации или к какой категории людей принадлежу я? Друзья, кто счастливее вышел из этих двух историй? Конечно, та, которая принесла и сделала добро. Друзья, когда мы делаем добро, Бог наполняет наше сердце радостью и счастьем. потому что, помните, где мы читаем, ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И дальше, следующий стих звучит так, ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе. На что? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Друзья, не только спасение Бог нам дал, Он создал нас на добрые дела. И я не говорю сейчас только за Украину и за беженцев, я просто говорю о повседневной нашей жизни. Насколько наши уши открыты для того, чтобы помогать тем, которые нуждаются. Насколько мы внимательны и смотрим немножко дальше, чем просто у себя в огороде. Насколько наше сердце свободно и горит, и мы не считаем наши финансы, когда дело идет о том, чтобы помочь кому-то. Друзья, пусть Господь благословит каждого из нас сегодня, чтобы мы действительно были, являлись детьми Божьими, настоящими детьми Божьими, которые были созданы, были спасены на добрые дела. И последнее я хотел бы сделать также короткое объявление не только для молодежи, но и для молодежи также, что этим летом также планируются различные группы, которые будут выезжать и продолжать помогать и служить тем людям и беженцам и полякам также, которые находятся там в Польше. Польша насчитывает около 2 миллионов беженцев на данный момент и как мы знаем большинство из них из неверующих людей. И вы знаете, цель поездки и поездок было не просто помочь, не просто помолиться, не просто дать что-то, не просто даже сделать доброе дело, но побудить поместные церкви и побудить тех верующих, которые находятся там из тех же беженцев не бездействовать, а делать что-то. Выходить и молиться, выходить и разговаривать, выходить и помогать, может быть, даже просто посидеть с ребенком матери, которая очень устала, которая муж находится на войне и просто им помочь, просто посидеть рядом и просто поговорить с ними о Боге, просто попросить помолиться с этим человеком. Вы знаете, не встречал ни одного человека, который сказал, ты знаешь, не надо молиться. очень приятно, что очень хорошо, что украинский народ вместо того, чтобы обозлиться на Бога, он все-таки молится Богу и открыт к Слову Божию. И вы знаете, сейчас кается на Украине намного-намного больше людей, чем это было до войны. Пастор из церкви, к которой мы выехали, давно говорит, что люди просто приходят в церковь, чтобы помолиться. Совершенно неверующие люди, которые раньше, возможно, никогда и не были. Друзья, давайте будем не только молиться, но и участвовать в нуждах тех людей, которые в этом нуждаются. Если у кого-то желание летом поехать в одну из этих поездок, вы можете подойти и мы дадим больше информации. Давайте помолимся.